И Давид это исполнил. Сколько лет прожил Давид? 70 лет. Потом о нем сказано еще. А теперь, вот тут, что я сейчас прочитаю, Бог свидетельствует о нем как бы со стороны Давида. И дает ему такое свидетельство. Давид в свое время, послужив извалению Божию, почин, и приложился к отцам своим. Вот смотрите, 70 лет, вот она охвачена несколькими фразами. Давид в свое время послужил извалению Божию. Что значит послужил извалению Божию? То есть у Бога есть свои цели, есть свои планы. И он желает, чтобы каждый из нас с вами, мы могли бы послужить Богу. Вот, брат Валера, сколько людям он засвидетельствовал Богу. Очень многие. Да, сегодня еще, наверное, и третья часть людей не пришли, и, может быть, еще не помолились Богу. Но у них жизнь еще и дальше идет. Он свое дело сделал. Он послужил, а Бог будет дальше с этими людьми работать. Друзья, очень важно, чтобы мы в своей жизни могли быть Божьими людьми. Чтобы Бог мог через нас делать свое дело. А его главное дело Бога, Бог так говорит, не хочу смерти грешника. Но хочу, чтобы он покаялся и жил. Вот мое желание. И для этого необходимо многим рассказать, кто не знает. Последнее слово, которое сказано о Давиде, это слово «почил». Ну, мы бы сегодня сказали «умер». Но библейское слово «почил», оно включает в себя больше информации, нежели просто «умер». «Почил», друзья, это пришел в покое. То есть, пока мы на земле, у нас есть цели, желания, переживания, какая-то борьба, какие-то отробности, проблемы. Но у брата Валера больше их нет. Он ушел к Богу, он успокоился, он пришел в покое. Так вот, друзья, как важно нам быть детьми Божьими. Как важно нам быть прощенными грешниками. А мы ведь все из них. Мне однажды пришлось полежать несколько дней в больнице. Воспаление было, и мне тут кое-что сделали. И когда я лежал в больнице, один день я услышал очень громкие слова, которые говорил один человек, ругался страшными словами, ругательскими. У него была болезнь такая же, как у Валера. Печень его раздула. Они еще были молодые. Им было чуть за 40. И он сильно ругался. У него был большой, сильный приступ. Он уже терял сознание. И в болях своих говорил страшные слова. Кричал на всю больницу. Жена ничего не могла сделать. Она ходила по коридору и плакала. Я ее еще помню со школы. Мы вместе учились. Кое-что я ей говорил. Но я что хочу обратить внимание, друзья. Вот так этот человек ругался. Потом тише, 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 тише. И умер. Почил или умер в агонии. Большая разница. Почил – это вернулся туда, откуда пришел. То есть когда-то Бог дал нам жизнь, и мы вернулись к Богу, Творцу нашему. Вот что важно. Я хочу, друзья, чтобы вместе нам поблагодарить Бога. Что Господь явил милостью и когда-то нашел брата Валеру. И он послужил и звали они Божию. Что уж Бог для него предназначил. Вот здесь было уже сказано. В многих местах они побыли. Но он послужил Богу. И что Бог ему доверял. Что мы ему поручали. Он это делал и делал хорошо, с радостью. Бог его вознаградит ему. А мы хотим помолиться за сыновей, за детей, за внуков, за Валентину. За него молитвы уже все произнесены. А мы поблагодарим Бога, что Бог благословил вас, Валентина и дети. Хочу вам сказать, сыновья. Ту ответственность, которую нес Валера за маму вашу, возьмите на себя. А теперь мы помоемся.